И всех снова приветствую, сейчас мы возьмем с собой Кассиди. Пошли. Ладно, идем. И короче, да, мы отправимся на ту ферму сейчас. Тут, кстати, мальчик за нами, этот тубанный, бегает. Я не знаю, лопата нам нужна, не нужна с собой. Ну то есть она определенно должна быть нужна, по идее. Так, ладно, плевать. Вот это все сюда. Пендаль тоже сюда. Лопату не знаю. Вот это точно сюда. А бозор поместится, а вот это все поместится. Смотрите, сколько места в нашем автомобиле. Так, ну что ж. Так, как это я не могу туда попасть? Давай уже. И вот здесь ферма ужаса у нас появилась. Давайте-ка сюда отправимся. Хорошо, что я проверил оружие до того, как мы сюда притащились. Говорит нам Кассиди. И это круто, потому что на самом-то деле давно пора было, типа... Ну, это контент. То есть мы видим, что скажет Кассиди, когда мы сюда попадаем. Именно поэтому я хожу со спутниками. Я мог бы и без спутников ходить, в принципе. Хотя было бы немножко труднее. Ну и опять же, контента было бы меньше. Ээээ... Об этом месте что-нибудь. Они сейчас не хотят разговаривать. И чё тебе надо? А чё они здесь не хотят? Они сейчас не хотят? И чё тебе надо? На каком расстоянии нам находиться? Нет, 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 нет. И чё тебе надо? Короче, прикол в том, что, как бы это говорится, ферма призраков или что-то. То есть, что тут призраки ходят, а на самом деле тут нету никаких призраков. Кажется, эти трупы ненастоящие. Это всего лишь муляжи, покрытые внутренностями браминов. Вот так вот. То есть мы можем осмотреть немножко и всё. И тут, кстати, брамины на этой ферме. Забавно. Там внутри предметы. Ну, я знаю, что там внутри. И, в общем-то, да, тут даже нету отверстия. Забавно. Меня вот всегда интересовало, то есть, есть здесь отверстие или нет. Потому что оно в будущем появится. То есть, можем ли мы попасть другим способом, чем по сюжету. И разработчики учли, то есть, нельзя попасть каким-то другим способом сюда. Только одним способом можно попасть. И двери все открыты. Так что опыта здесь тоже не получишь за открытие этих дверей. И, кстати, мальчик с нами тут бегает. Так. А ну-ка. Смотрите, я могу обойти всю эту фигню. Так. Давайте поднимем верёвку. Дальше кувалду. Вот эти вот все вещи. Так. Раз. А тут пусто. Ну, да. Типа имитация того, что здесь есть лут. И вся фигня. И теперь, если мы пройдём сюда, то мы просто упадём, да. Перелом у NPC. О, забавно. Слушайте, тут теперь помечается. Вы падаете метров с четырёх-пяти в тусклоосвящённую пещеру. В дальней стены аккуратно сложены различные фермерские инструменты. Ну и, в общем-то, вы видели, что там было написано? Типа, что-то он упал, грохнулся, что-то тупанул и так далее. Нам велено всех наземников провожать к Вейгеру. Тебе никто не причинит вреда. Пожалуйста, пойдём с нами. Типа, можно ответить. Иди к чёрту, я никуда не пойду. Мне бы хотелось спросить тебя кое о чём. Вейгер ответит на все твои вопросы. Пожалуйста, следуй за нами. Нет, никуда я не пойду, пока не получу ответы на свои вопросы. Хорошо, пока я мирно пойду с вами. Ну, тут как бы лучше мирно пойти. Я не вижу смысла как бы. Ну, подумаешь, упал. Неизвестно куда тут какие-то мужики стоят. Посетители. Как, кстати, я как раз размышлял, как можно связаться с наземниками. Но теперь благодаря твоему своевременному появлению можно об этом не беспокоиться. Добро пожаловать в дом ушельцев. Пойду я, пожалуй. Что вам от меня нужно? У меня к тебе простая просьба. Нам необходимо связаться с городом на юго-западе. Кажется, он называется Модок. Так, ты не согласишься оказать нам эту услугу? Так. Мне нужно задать тебе много вопросов, прежде чем я смогу взять на себя это поручение. Что ж, это честно. И я не ожидал, чтобы кто-нибудь слепо взялся выполнять задания незнакомцев. Предварительно ничего о них не узнал. Задавай свои вопросы, и я постараюсь ответить на них, как смогу. Расскажи мне о своем народе. Когда-то давным-давно мы были такими же, как и наземные люди. Вы поняли, короче, в честь чего, в честь кого, точнее, названа игра Мэдисона? The Underground Man, типа. Вот как раз в честь этих ушельцев. Потому что он на одном из своих стримов, типа, показывал этот квест, по-моему. Ну, в общем, да. Именно вот отсюда эта идея, скорее всего, и взялась. Так что, или вы думаете, типа. Ну, там, конечно, много пародий потом сверху наложено было. Но, тем не менее, ушельцы это основа. Когда-то давным-давно мы были такими же, как и наземные люди. Мы также жили над землей, пока мир на поверхности не запылал. Мы потомки одной из тайных организаций самообороны. Ну, то есть, нацгвардия какая-то. Или милиция. Наши предки ушли сюда вместе с семьями, чтобы спастись, и запечатали вход. На протяжении нескольких поколений мы жили здесь, в ООНе Матери-Земли. Еще вопросов. Так. Как организована ваша оборона? Э-э-э, как это? А почему про оборону нельзя спросить? Да, я с радостью доставлю ваше послание в Мадок. Я знал, что ты поймешь. Вот послание, в котором содержится наша просьба. Пожалуйста, достань его Мадок и передай его и главе. Когда выполнишь задание, возвращайся сюда. Да, я скажу защитникам, чтобы ожидали твоего возвращения. Мы все благодарим тебя за помощь. Так. А... Нет, нет, нет. Надо заново. Надо заново. Сейчас вы поняли, что будет. Так. Блин, только придется... Ай-яй-яй-яй! Блин. Эй! Эй! Эй-яй-яй! Что это за... Окей, окей, окей. Вот так лучше. Так. А, тут все... Хотя бы здесь я сохранился, то есть не так далеко. Ну ладно, все, короче, пойдем. Побыстрее повторим всю эту фигню. И нам нужно сохраниться уже здесь, потому что мне надоело это все дерьмо. Так. Итак. Это они, я так понял, кувалда сюда всех заманивают. Переломы, переломы NPC. Мы, я думаю, что с нами что-то не так, тебе стоит взглянуть на нашу конечность. А, это типа реакция на перелом, что-то такое. Так, ну давайте еще раз попробуем упасть так. Так. Переломы NPC. О, срань, господи, у это больно. Ну так лучше. Давайте сохранимся вот сюда теперь. Чтобы не падать снова. Чтобы хуже не было. Так. Сулик грохнулся. Красавчик просто. Так. И собака грохнулась. Нам велено всех наземников провожать к Вейгеру. Тебе никто не причинит вреда. Пожалуйста, пойдем с нами. Кое о чем. Вейгер ответит. Пока не получу ответы на мои вопросы. Позволь мне уточнить, тебе никто не причинит вреда, если ты не будешь сопротивляться. Ты сопротивляешься? Да, я навереваю сопротивляться. Нет, это уже не надо. Нет, я понимаю, что сопротивляться бесполезно. Я пойду с вами, ладно. Капец. Типа, ты сопротивляешься? Прям таки я отвечу им. Я лучше тогда нападу вместо того, чтобы отвечать. Что за бред? Конечно, вопросы у них типичные. Пойду я, пожалуй. Ты уйдешь, если когда я разрешу тебе уйти, не раньше. У меня к тебе простая просьба. Так. Что уж это честно. Давайте типа заново о народе. Еще пару вопросов. Зачем вы вернулись на поверхность? Вот. После ухода наша численность стабильно росла. Вскоре стало очевидно, что подземное хозяйство не прокормит нас всех. А значит, нам нужны другие источники продовольствия. Поэтому мы открыли выход на поверхность и снова вышли на землю, чтобы выжить. Можно еще вопросы. Зачем вы устроили это надувательство с привидениями под землей? Несколько лет назад кто-то попытался занять нашу ферму. Присвоить чужой урожай и чужие стада. По своей природе мы не жестокий народ. Но что-то нужно было делать. В то время от этого урожая зависела наша жизнь. Тогда нам и пришла в голову идея с призраками. Мы намазались экстрактом светящегося грибка и спугнулись фермы того человека, а также всех любопытных соседей. К сожалению, мы их слишком хорошо напугали. В последнее время мы пытались связаться с наземниками, но к ферме теперь и близко никто не подходит из-за страха перед призраками. К счастью, теперь у нас есть ты. Да. К вашему счастью и моему несчастью. Какова цель вашего посылания? Теперь, когда мы доделали новую систему орошения, наши запасы еды намного превышают потребности. Мы хотим открыть торговлю с наземниками и обменять излишек продовольствия на лекарства, которые нам просто необходимы. Еще вопросы. Почему это здание нельзя поручить кому-то из вас? Вот, самое важное. После ухода сменилось несколько поколений. Мы приспособились к жизни под землей. Мало кто из нас способен находиться на поверхности, так как мы не выносим яркого света. Того, что вы называете солнцем. Ага. Можно еще вопросы задать. Так, 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 так. У меня достаточно информации. Теперь я могу принять решение. Да, с радостью, типа. Я скажу защитникам, чтобы... Я знал, что ты поймешь. Вот послание, в котором содержится наша просьба. Пожалуйста, доставь его в мадок и передай его и к главе. Когда выполнишь задание, возвращайся сюда. Я скажу защитникам, чтобы ожидали твоего возвращения. Мы все благодарим тебя за помощь. Так. Но это нормально, в принципе. В принципе, это нормально. Относительно. Теперь здесь можно поутать, скажем так. Кстати, тут улучшилось все. То есть, было значительно хуже все это выглядело в оригинале. И тут есть выход, я так понял. Да. Веге сказал, тебя можно пропустить. Ага, даже так. Так. Ээээ, а чё здесь пусто? Мы так не договаривались. Ау. Ау. Вот тут есть вот эти вот штуки. Так, раз. О, кстати, послание у шельцев. Может его прочитать, попробовать как-то. Пришельцы, у шельцы. Тут капец фруктов у них куча. И холодильники есть, офигеть просто. Так, а ну-ка, я могу прочитать послание. Это послание от головы у шельцев, жителям Модока. Не, нельзя прочитать, к сожалению. Ну что ж, ну что ж, ну что ж, так. Так, пришельцы, у шельцы, заши шельцы. Вот это вот гидропонные типа фермы здесь, с помощью которых они жили. Вот кротокрысы какие-то. Кротокрыс. Он, короче, добрый. Добрый дядя кротокрыс. О, веревочку. Нашли. Не знаю, правда, зачем она нам нужна. Здесь где-то у них, короче, было оружие еще. Но его еще надо найти. Раньше мы жили над землей. Такие, похоже на кули или зомби. Так они и есть, наверное, кули или зомби. О, смотрите, тут, короче, есть фотография или картина, как она называется. Патроны тоже пригодятся. А я не помню, здесь где-то вроде бы еще оружие было, я помню. Или нет. Ну, то есть, я... Я не помню как раз. Но, что-то... Помню или не помню, мне не... Я сам не пойму. Помню я это или не помню. Было здесь оружие или не было его. Так, вот это кто такие? Я наземникам не доверяю. Так, я не помню. Может быть, здесь есть этот Джонни? Слушайте. Может быть, он не погиб? Точно. Точно. По-моему, он, короче, не погиб. Он здесь, по-моему. Вот, здрасте. Я вас здесь раньше не видел. Так. Хочешь конфетку, малыш? Скажи мне, как тебя зовут, маленький поганец? Как тебя зовут, малыш? Меня зовут Джонни, а вас? Меня зовут Парадим. Очень приятно познакомиться. Вот. Так можно его все-таки прислать? Это хорошо, блин. А я думал, он действительно там где-то погиб. А оказалось, что он сюда попал. Очень приятно познакомиться, Парадим. Твои мама и папа послали меня за тобой. Вот клево. Я хотел пойти домой, но Гейер говорит, его люди не могут ходить так далеко над землей и не смогут отвезти меня. Не то, чтобы я вас сомневался, но хочу спросить, как зовут моего папу. Ты разве мне не доверяешь, Джонни? Джонни! Я тут! Я твой папа из фильма «Сияние». Так, Балтас. Правильно, ура! Я отправляюсь домой. Спросите Вегейра, можно ли вам забрать меня домой. Он был так добр ко мне. Я не хочу уходить, пока он не разрешит. Пожалуйста, побыстрее. Я очень соскучился по дому. Вот как-то так. И тут, короче, насос это то, из-за чего у них, короче, есть вода, а у жителей нету. Потому что они ее насосом здесь качают под землей. Джонни! Джонни! Джонни, папа пришел! Папа тебя хочет! Папа педофил! Э, так что, пока что нельзя этого делать? Ты же вегейр! Ты же должен мне помочь! Ну ладно, пойдем, значит, сюда теперь. Надо только сохраниться. И запомнить, что здесь был Джонни! Так. А, здесь выйти нельзя. точно 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 но значит здесь нет оружия но в принципе не удивительно модак на самом то деле или моток как хотите но в общем это довольно ранний город то есть здесь ничего и не должно такого сверх ценного быть по заданию из модака если я отброшу коньки здесь меня не хорони говорит этот наш друг великий так теперь короче отправляемся туда вот говнюки боя гузы не захотели же видите стоп а что сулик сам вылечился там же что-то ногу полмал из нпс но походу вылечился вроде ж тебе нужно отдать эту фигню опять ты что удалось выяснить о ферме у меня есть сообщение для вас от главы ушельцев ушельцы кто это такие что это джо открывает и читает послание невероятно все это время они жили под землю они говорят что готовы обменять еду на лекарства и другие вещи правда не уверен что им можно доверять конце концов они уже убили карла и всех этих других людей а что ты думаешь карл сейчас в дыре он сбежал потому что ему было страшно а никто не хотел верить его рассказом о призраках они держат малыша джонни в заложниках нам нужно немедленно атаковать нет малыш джонни он не в заложниках карл сейчас дыре вот потрясённо в дыре наверное мы слишком уж сильно его высмеяли могу себе представить через что он прошел на ферме ужасов а ему никто не верил говоришь он теперь живет дырей спивается может ты встретишь его еще так скажи что ему наконец поверили мы ждем его дома я был бы тебе очень признателен пока это все что мне известно так а задание еще есть типа так ну не знаю не знаю теперь что осталось только туда идти нам вроде бы не дали никаких этих приколов давайте теперь отправимся в дыру все равно туда надо еще прийти хотя блин дыру я по моему когда-то говорил что типа все мы у нее не вернемся но придется вернуться так или иначе я короче вам соврал я очень плохой человек я знаю так восточная сторона и вот здесь вот этот к карлито кончи то что вам надо призраки карл они повсюду смотри вон там один рассказать карлу о том что сказал джо значит значит мне можно вернуться домой призрака больше нет карл начинает рыдать позже ничто не сравнится с видом плачущего взрослого дядьки спасибо тебе я наконец вернусь домой и мы получаем 500 опыта и 5 а 3 единицы кармы что-то маловато кармы дали мы же такие хорошие на самом-то деле какого фига я самый хороший человек на свете почему мне так мало кармы дали я должен обмазываться уже кармой на самом-то вы же понимаете я люблю обмазываться всякими непотребными вещами и карма одна из таких вещей так ладно хватит шуток нам еще нужно много чего выполнить есть у нас здесь сети так могу я заправить автомобиль да вроде бы заправил немножко но мне больше и не нужно в принципе в моток давайте так главная улица сюда отправляемся ну что все мы планируем напасть на ушельцев через несколько дней точнее 27 если ты не убедишь меня не делать этого напомните мне что мне нужно делать твоя задача выяснить кто были эти люди чьи трупы выставлены на ферме ужасов смысле так это я смотрел или не осмотрел что за фигня 27 какого-то там хорошо что я проверил оружие до того как мы сюда притащились так ну я выяснил так ведь я же выяснил надеюсь я просто забыл типа проверить и все и сейчас будет все у нас хорошо так мы планируем через 26 дней типа эти трупы не настоящие просто куклы измазаны внутренностями праменов их поставили чтобы отпугнуть вас от посева блин я первый раз короче посмотрел на труп а во второй нет а это оказалось важно видите и хорошо что можно типа спросить напомнить что нужно делать по моему раньше такого кстати не было это то есть restoration project добавляет эту реплику и кстати у этой версии restoration project а перевод получше просто куклы измазаны внутренностями все такое не настоящие это невозможно я видел их собственными глазами повсюду кровь и внутренности но наверное это возможно мы ведь нет то есть ну лицо джо заливается краской мы все ну поджали хвосты и сбежали когда увидели трупы никто их как следует не рассматривал теперь вы согласны вступить переговоры с главы ушельцев да я верю что ушельцы и жители модака смогут прийти к взаимовыгодному сотрудничеству от имени всех благодарю за спасение города есть небольшой нюанс касательно моей награды вы сказали что знаете где находится священный гэг несколько смущаясь ну видишь ли на самом деле я ничего не знаю об этой штуке гэг которую ты ищешь пойми меня мы были просто загнаны в угол однако я знаю что есть место которое называется гека это где-то на востоке отсюда если бы я любил спорить я бы мог держать пари что твоя штуковина гэг находится именно там не жаль что я больше ничего не могу тебе предложить но мы сейчас очень бедны у нас самих мало что есть но я могу предложить тебе свои товары практически по закупочной цене а я их уже забрал бесплатно ты окажешь мне честь если позволишь помочь тебе выбрать какие-нибудь товары когда они у меня будут уверен все остальные жители нашего города также будут той же степени тебе благодарны спасибо тебе мы все обязаны тебе жизнью до свидания типа да все будут мне благодарны только роза короче не будет мне вообще свой омлет теперь продавать и вообще то есть не будет меню теперь приобрели три с половиной тысячи очков опыта ну хотя бы это хорошо интересно у него есть товары у него появились товары но я же их могу просто стыбрить и все да но теперь он типа полноценный торговец вся фигня так давайте сохранимся и попробуем у него украсть вот я просто могу все забрать короче вот так раз и все вот это я люблю ну зачем мне было типа скидку у них выманивать я не понимаю ну ради опыта да и теперь я вам хочу показать что у нас будет там еще надо будет с Джонни разобраться ой а че это с дверью тут смотрите че то с дверью плохое произошло капец с дверью что то вообще не то о боже это ты все только и говорят что тебе тебе удалось решить загадку фермы ужасов и между прочим рискуя собственной жизнью ради нас знаю что здесь я рада всегда и конечно любая еда за счет заведения можешь так же порыться в коробке с находками взять что нибудь себе в качестве награды а то есть можно омлет все таки кушать ну хотя бы это плюс но правда омлет он как бы просто хп восстанавливает ой здесь новые предметы появились вот видите можно в мадоке неплохо тут затариться жаль конечно что дверь такая глюченая здесь это мне совсем не нравится так и давайте вернемся к ушельцам и заберем нашего Джонни Джонни твой папа ждет тебя дядя хочет дать тебе конфетку Джонни да интересно что бы он ответил если бы ему конфетку предложили так теперь сюда вот видите здесь этого люка не было а теперь он есть понятно понятно какой обман какая подлость я рад снова тебя видеть я так понимаю что наше сообщение для жителей модака доставлено как они его восприняли и типа сообщение было принято с радостью город модак готов открыть торговлю с вашим народом спасибо за помощь те всегда будут здесь рады в качестве награды за труда я хочу предложить тебе вот это Вигейр протягивает вам штурмовую винтовку. О, да! На таком этапе игры, конечно, это не так круто, но нормально. Можно я отведу Джонни домой к его родителям? Тебе удалось доказать нам, что тебе можно доверять. И хотя мы будем здесь очень скучать по Джонни, я велел своим людям проводить вас наверх, чтобы вы с Джонни могли добраться до Модока. Во! Спасибо за спасение моего сына. Я никогда не смогу как следует отблагодарить вас. Но возьмите в подарок эту кожаную броню. Я экспериментировал с процессом выделки кожи. Эта броня получилась очень прочной. И кроме того, она вам очень идет. Конечно. Но мне силовая еще больше идет. И еще две с половиной тысячи опыта. А, стойте, это улучшенная боевая кожаная куртка. Прикольно. Поздновато, но прикольно. Мне нравится. Мне лично все это нравится. Так. Еще вот это разрядим. Вот это разрядим. И будет у нас много чего. Смотрите. И это, и это. Все это. Ну и в общем-то, да. Вот такие вот дела. В принципе. Аааа. Моя машина. Моя машина осталась там. О, господи. Ладно. На этом, пожалуй, мы закончим серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Если серия вам понравилась. Мы довольно много заданий, я считаю, выполнили. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.